Восторженные зрительницы, которые влюблены в Даниила Страхова, уже давно записали его в секс-символы нашего кино. А вот что касается завистников актера, то они считают, что женщины в основном обращают на него внимание из-за яркой фактурности. Без этого якобы актер не смог бы быть таким популярным. Сам Даниил, подобно Штирлицу, которого он однажды играл, большинство слухов относительно себя никак не комментирует. Он на деле доказывает, что достоин высших похвал даже от кинокритиков. Маленький Даниил, а также его сестренка Елизавета, появились на свет в столице нашей страны. Родителями были энтолингвист и психотерапевт. Даниил, уже будучи известным актером, рассказывал, что среди его предков есть даже священники. А дедушке ему досталась любовь к живописи. Страховы были высококультурными людьми, при этом относились к мальчику демократично. Позволяли ему заниматься хобби. Сам паренек увлекался актерским мастерством еще с детского возраста, а учиться его отдали в Академию наук. Это было экспериментальное заведение, где детям позволяли выбирать предметы, которые им больше подходили по наклонностям. В молодом возрасте Страхов любил математику и литературу, мечтал стать юристом. Но потом в его голову пришла мысль стать актером. Страхов поступил непосредственно в школу-студию, Примхат, потом решил перевестись в щуку. Как только вуз был окончен, молодой человек заявил о себе достаточно громко. Решил, что нужно сыграть в театре имени Гоголя. В театре на Малой Бронной Страхову получилось гениально отыграть в постановке под названием «Портрет Дориана Грея» главного персонажа. Но больше всего Данил Страхов полюбился зрителям после того, как вышел в свет многосерийный фильм «Бригада». С актером также играли Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, а также Павел Майков и Екатерина Гусева. Этот фильм запомнили даже те, кто не смотрит ленты про бандитов. Играл Страхов также и в «Бедной Насте», причем самого Барона. Молодой человек после этого стал невероятно популярен. Понравился фильм зрителям и «Грозовые ворота». Он даже получил медаль от Министерства обороны за то, что укрепляет боевое содружество. Актеру удалось после нескольких репетиций получить роль разведчика в сериале «Исаев». За игру он был удостоен премии ФСБ. А вот в «Торгашах» он снимался вместе с Инной Гомес. Модель была очень рада поучаствовать в съемках фильма с Даниилом Страховым, ведь она считает его талантливым и невероятно обаятельным человеком. Страхов не раз признавался, что очень горд собой за то, что ему удалось воплотить разноплановые образы, как романтичных любовников, так и авантюристов, а также защитников обездоленных и слабых, тех от кого следует оберегать людей. Ему даже удалось примерить на себя хала доктора в ленте под названием «Знахарь». Даниил много лет состоит в паре с Марией Леоновой. Они впервые встретились, когда учились в щуке. Правда девушка в то время не обратила на будущего супруга никакого внимания. И только потом в театре имени Гоголя он ей приглянулся. Свадьбу сыграли скромно, правда зрители не понимают, почему у такой красивой пары до сих пор нет детей. Живут скромно, в домике под Саратовом. Но стало известно, что Страхов не раз оставался с Еленой Кориковой в одном отеле, но потом решил вернуться к супруге. Актеру безумно по душе такие коллеги, как Эдвард Нортон, а также Джек Николсон. Что касается соотечественников, то он восхищается Евгением Мироновым. Страхов с супругой периодически шутят, что слуг заведут только после того, как отметят 50-летний юбилей совместной жизни. Почему они живут не в центре Москвы, хотя могут себе это позволить, а под Саратовом до сих пор никто не понимает. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.